добрый день меня зовут маргарита и сегодня будет видео о пособие по безработице кто имеет право на это пособие когда его можно подавать сколько минимум сколько максимум можете получить сколько времени и какие нам понадобятся документы если интересно смотрим дальше для того чтобы получить пособие по безработице нужно отработать как минимум 360 дней за последние шесть лет также рабочая деятельность должна быть прервана не по вашей вине то есть или вас уволили или закончился контракт или банкротства предприятия и так далее также вы не должны находиться в пенсионном возрасте а также вы должны активно искать сколько времени можно получать пособие по безработице если вы отработали год за последние шесть лет то вам положено 4 месяца то есть за каждый год отработаны 4 месяца пособие и как максимум вы можете получить 2 года пособие по безработице если вы отработали как минимум 6 лет и больше то есть как минимум вы можете получить 4 месяца пособие по безработице и как максимум 2 года пособие по безработице сколько составляет пособие по безработице берется ваша зарплата за последние 6 месяцев и составляется средняя сумма вашей зарплаты и от этой суммы я не буду убиваться подробности, но, грубо говоря, вы берете 70% от вашей зарплаты и 70% вам платится 6 месяцев. После 6 месяцев все последующие месяцы вам платится 50% от вашей зарплаты. То есть, первые 6 месяцев вы получаете 70% и потом вы получаете все оставшиеся, сколько у вас там весь месяц, следующих, вы получаете 50% от вашей зарплаты. Но всегда есть минимум и максимум, который вы можете получить, пособие по безработице. Минимум составляет, если у вас нет детей, 501.98. Если у вас один ребенок и более, то составляет 671.40. Это минимум, что вы можете получить пособие по безработице. То есть, даже если вы работали на неполный рабочий день, то меньше, чем эту сумму вы получать не можете. То есть, вам будут как минимум платить эту сумму. И максимум. Максимум вы можете получить, если у вас нет детей, 1098.09 в месяц. Если у вас один и более ребенка, тогда 1254.09. Если у вас два и более ребенка, тогда 1411.83. То есть, есть всегда минимум и максимум. То есть, в зависимости, есть ли у вас дети или нет, в зависимости, сколько вы получаете, вы можете получить пособие по безработице. Но как минимум это 501.98 и как максимум это 1411.83. То есть, максимум чем 1411.00 евро вы не получите. Если вы будете получать пособие по безработице, больше чем 1411.83 вы не сможете получить. Независимо получали вы 5000 евро или там 2-3 тысячи евро. То есть, максимум сумма, которую вы получите. Что означает один ребенок и более? Это дети до 26 лет, находящиеся на вашем иждивении или дети, которым больше 26 лет, но у них есть инвалидность 33% и более. Еще очень важный момент, что вы должны отмечаться, соответственно, на бирже труда каждый месяц. Это можно сделать по интернету, на специальной страничке. Вам дают код свой. Вы заходите и отмечаетесь. И, соответственно, если вы не отметились, то вы теряете право получать пособие по безработице. Но если вы, например, отметились позже, например, вы забыли или у вас не было в стране или в городе, или что-то случилось, что вы не смогли отметиться, вы можете подойти на биржу труда, но у вас как бы снимут штраф. То есть, за месяц вам не заплатят, а следующие месяцы можете восстановиться. Все зависит, насколько вы опоздали и вы не отметились. То есть, например, если 1-2-3 дня, ничего страшного. Если вы не отметились в течение 2-3 месяцев, то можете вообще потерять и все пособие по безработице. Также вам будут предлагать варианты работ, вам будут предлагать варианты каких-то курсов пройти, чтобы вы искали работу, переквалифицироваться. То есть, не просто так посидите и ничего не делаете, просто по интернету раз в месяц отметился, и ездите, путешествуете, гуляете, ничего не делаете. Нет, вам будут предлагать работу, чтобы вы пошли, отметились, поискали. Вы будете, можно ходить на курсы, причем это очень разные интересные курсы, они бесплатные, то есть, вы можете пройти языковые курсы. Очень большой выбор курсов, поэтому, в принципе, кто ищет работу и стоит на бирже труда, может себе подыскать что-нибудь другое, например, не по вашей специальности, а что-нибудь другое по другой специальности. Ну и что будет после того, как вы получите все полностью пособие по безработице, то есть, у вас, например, как максимум два года есть пособие по безработице, вы отработали больше, чем шесть лет, оно у вас закончилось, но вы не нашли работы. Что будет тогда в этом случае? В этом случае вы можете просить еще помощь. Помощь на данный момент составляет, если я не ошибаюсь, 429 евро, плюс-минус где-то около 430 евро. Кто может ее получить? Это люди, у которых уже закончилась пособие по безработице и которым состоят в разных сложных ситуациях. Например, у которых есть дети, у которых есть муж, который не работает и не получает достаточное количество денежных средств, чтобы содержать всю семью. То есть, в зависимости от вашей ситуации, вы еще можете получать помощь в виде 430 евро, плюс-минус, я округляю. И эта помощь дается на какой период? Она дается на полгода, то есть, каждое полгода вы должны будете ее продлевать. То есть, если у вас изменилась ситуация, соответственно, дальше вам помощь уже платить не будет. Если у вас ситуация не изменилась, то вы еще можете продлить. И так же самое вы можете продлить, то есть, в зависимости, сколько у вас детей, в зависимости, есть ли у вас муж, в зависимости, если он работает, сколько он получает. Но, соответственно, есть определенный период, после которого вам уже платить ничего не будут. И, по-моему, это составляет 2 года. То есть, как максимум 2 года вы можете получать пособие по безработице и потом еще помощь, как максимум 2 года. Но это не для всех так, то есть, есть свои исключения, то есть, в зависимости, если у вас инвалиды в семье, то есть, или это дети, или родители на иждивение. То есть, все это зависит, то есть, это как бы в общем, я вам говорю, но у каждого своя ситуация и каждому, естественно, соответственно, будет помощь или больше, или меньше. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео, оно было для вас полезным. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, я обязательно на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал и всем хорошего дня и до скорых встреч!